МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 9 лет Жан Беленюк пришел в секцию спортивной борьбы и с тех пор не расставался с мечтой об олимпийском золоте. К 30 годам он двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. На своей первой олимпиаде в Рио-2016 Беленюк стал серебряным призером. Последние два года совмещал спортивную карьеру и работу народным депутатом Верховной Рады Украины. На игры в Токио борец ехал подготовленным не только физически, но и морально. Я еду, показываю максимальный результат. Закончил в кафедру спортивной психологии. Меня там научили разновидным лайфхаком, как себя налаштовывать. Поэтому я надеюсь, что в этом контексте у меня не будет вопросов. Буду думать, что моим сопротивникам еще важнее, чем мне. Беленюк на пути к финалу победил представителей Сербии. И Алжира в полуфинале одолел хорвата Ивана Гуклика. А в решающей схватке за золото Игр-2020 взял верх над Венгром Виктором Лоренцем. Сейчас еще не осознаю, что сделал. Это был долгий и трудный путь. Я начал заниматься борьбой в 9 лет. Сейчас мне 30. Тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр. Не был уверен, смогу ли выступить в Токио. Но вера тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это. Спасибо маме, а также всем, кто поддерживал и молился, кто ждал. Мне очень приятно. Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью. Президент Владимир Зеленский поздравил олимпийского чемпиона и народного депутата в Твиттере. И поблагодарил его за то, что он доказал, можно быть успешным и в спорте, и в политике. Украинские борцы собрали сегодня на играх в Токио полный комплект наград. Парвиз Насиба в категории до 67 килограммов стал серебряным призером, уступив в решающей схватке за золото иранцу Мохаммеду Гераи. А Ирина Калиденко в весе до 62 килограммов завоевала бронзовую медаль, победив Анастасию Григорьеву из Латвии. Бронза в артистическом плавании и дуэта Анастасия Савчук-Марта Федина стала первой в истории олимпийской медалью Украины в этом виде спорта. Наши синхронистки выступают на Олимпийских играх с 2000 года. Мы очень довольны. Это первая в истории леталь по всему плаванию. Мы очень шли долго к этому. На Украине мы очень счастливы. Будем работать с группой тебе. В активе олимпийской сборной Украины уже 11 медалей. Золотая, две серебряных и восемь бронзовых. После сегодняшнего медального бума наша команда поднялась на 24 позиции в медальном зачете. 61-го на 37-е место. Лидирует на Олимпиаде китайцы. На втором месте сборная США. На третьем – хозяева игр японцы. Елена Дедух, Новости Украины. Психиатрическую экспертизу назначили мужчине, который угрожал взорвать здание правительства. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Напомню, сегодня утром мужчина вошел в кабмин с гранатой и угрожал подорвать ее. Полиция объявила о проведении спецоперации. С места событий вернулись наши корреспонденты. Примерно в 10 часов утра в эти самые двери, шестой подъезд кабинета министров, вошел мужчина средних лет. И уже буквально через полчаса вся улица Садовая была заполнена машинами полиции, скорой помощи и службы спасения. Мужчина вел себя агрессивно, после чего достал гранату, которую принес с собой, выдернул чеку и угрожал взрывом. – Заходи, я сказал. – Не надо. Вставьте. – Я ее сейчас отпустил, пацаны. – Вставьте на дачу. – Не буду уставить. – Я вас прошу, не надо. – Пошли со мной. – Мужчина, пожалуйста, успокойтесь. – Все. – Мужчина, успокойтесь. – Все, все, пошли. Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 минут. – Мужчина. Сразу после сообщения об угрозе взрыва полиция начала спецоперацию. К переговорам с мужчиной привлекли его товарища, волонтера Василия Алексюка. В результате через полчаса нарушитель сдался правоохранителям. Несмотря на то, что официально имя злоумышленника не называют, из открытых источников стало известно, что это Владимир Прохнич. Служил сапером в батальоне «Айдар» и был контужен. По словам Василия Алексюка, причиной такого поведения мог стать нервный срыв и обостренное чувство справедливости. Он работает. Он не ходит, не просит помощи. Он работает, в каторжно работает. Он работает на станции технического услугования. Он не пришел ни где попрошайничать или что-то делать. Но он уже закончил несколько лет. Полиция подтвердила, что граната, которую нарушитель угрожал подорвать, была боевой. А сам он ветеран антитеррористической операции. Дважды был ранен. В том числе получил черепно-мозговую травму. Подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны СРФ. Сапера по специальности взять в руки гранату и пойти к зданию правительства. Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать закон, даже если он является ветераном и защитником Украины. Сейчас нарушитель находится под стражей. Ему выдвинуты обвинения по четырем статьям. По одной из них – захват заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент полностью проведены все мероприятия и оцепление справедливственного квартала полностью снято. Кабинет министров восстановил свою работу в штатном режиме. Данила Кобза, Руслан Белозеров. Новости Украины. Кадровые переустановки в кабинете министра в новых заместителей получил министр внутренних дел Денис Монастырский. В частности, речь идет о мэрии Акопиан, которая возглавляла Департамент международного сотрудничества МВД. Богданид Рапиатом он возглавлял секретариат в Комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Также Мустафа Наем, Анатолий Камирный и Василий Шкураков стали заместителями министра инфраструктуры. Кроме того, замминистра обороны назначена Анна Малер. Количество участников саммита Крымская платформа превысило 30. Сегодня список пополнился еще одной страной. Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Правда, подробностей не сообщил. По его словам, Украина работает над расширением международной коалиции за освобождение оккупированного Крыма. Крымская платформа – это новый международный консультативно-коммуникационный механизм. Его цель – деоккупация полуострова и его возвращение под контроль Украины. Первый саммит запланирован на 23 августа. Россия наращивает в оккупированном Крыму не только обычное вооружение, но и ядерное. Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Там постоянно появляются новые виды вооружения, а их объемы увеличиваются, угрожая безопасности далеко за пределами Черноморского региона. Смогут ли Украина и мировое сообщество повлиять на милитаризацию Крыма, разбирался Валерий Бакус. Новые виды оружия постоянно поступают на территорию оккупированного Крыма. Речь идет как о конвенционном, не ядерном, так и ядерном вооружении. Об этом в статье для американского издания Foreign Affairs написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона. Россия становится здесь все более агрессивной. Она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке. Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», крылатые ракеты, которыми вооружены Черноморский флот и авиация, а также современные российские ракеты «Кинжал», которыми оснащены тяжелые истребители МиГ-31, эти виды вооружения несут ядерные боеголовки. Причем наращивается как оборонительный, так и наступательный потенциал. По словам военного эксперта Олега Старикова, Россия милитаризирует Крым для усиления своих геополитических позиций. Эта милитаризация, особенно морская составляющая, она нацелена для противодействия 6-му флоту США. Это все туда, а Средиземное море. Почему Средиземное море? Потоки, Южный поток. Это геополитическое место, где наиболее чувствительное. Потому что в мире есть несколько мест, где мировая война может в любой момент разгореться. В том числе Ближний Восток, Сирия, это все очень важно для геополитики. Как и для Соединенных Штатов Америки, как для Турции, как для Российской Федерации. Наращивая контингент, количество вооружения, создавая новые базы и обеспечивая их инфраструктурой, оккупационные власти лишают крымчан жизненно важных ресурсов, считает председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Предназначение той или иной территории исключительно для военных целей абсолютно нивелирует жизнебезопасность людей. Тем более людей на оккупированной территории. Российская Федерация абсолютно игнорирует интересы людей, которые живут на оккупированной территории, и думает только лишь о том, как использовать захваченный ею Крым для своих военных интересов. Рифат Чубаров уверен, милитаризация оккупированного Крыма опасна для всего мирового сообщества, угрожая коллективной безопасности в Черном, Средиземном морях и на Ближнем Востоке. Поэтому противодействовать агрессивной политике России должен весь цивилизованный мир. Одним из эффективных методов сдерживания оккупанта может быть усиление экономических и политических санкций. Валерий Бакус, Новости Украины. Обеспечить белорусских граждан дополнительной защитой распорядился президент Украины Владимир Зеленский. Сделал он это в связи со смертью Виталия Шишова, главы Белорусского дома в Украине. Также у правоохранительных органов есть информация о том, что для некоторых белорусских публичных деятелей, которые находятся в Украине, есть опасность из-за их политической или общественной деятельности. Президент доручив забезпечити додатковый захист окремим громадянам Белоруссии, которые прибули до Украины за час від серпня минулого року и життя яких может быть в небезпеце через поточную ситуацию. Аби вберегти их от злочинных, дей правоохранные органы за доручением президента мають напрацювать алгоритм оценки ризиков и дать им постоянную охорону. Идеться не только про политических активистов, есть также спортсмены, есть публичные персоны. Назвать название не будем, мы не будем из-за безопасности, но в целом это те, кто имеет определенную политическую или общественную вагу и защит, которых в этих обстоятельствах, есть доречным. Представляет угрозу национальной безопасности. Так, отказ во въезде гражданину Беларуси, соучредителю Белорусского дома в Украине Родиону Батулину, объяснил спикер Службы безопасности Украины Артем Дегтяренко. По его словам, запрет вынесен еще 23 июля. Сообщается, что Батуллин известен своими радикальными взглядами и провокациями во время акции протестов в Украине. По данным Сообщества взаимопомощи белорусов, Батуллин прервал свою зарубежную поездку после известия о смерти активиста Виталия Шишова. Однако на пограничном пункте Устилук во въезде ему отказали. В Минске судят членов Президиума Координационного Совета Белорусской Оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Заседания проходят в закрытом режиме. Их обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования. Оба были задержаны в сентябре прошлого года. Соратники подсудимых уверены, процесс закрыли, потому что у обвинения нет доказательств. Адвокаты сразу сказали, что это сделано с одной единственной целью, чтобы скрыть полное отсутствие доказательной базы там, самого события преступления, и чтобы не дать возможность коммуникации. Кабмин одобрил проект закона о переходном периоде в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и оккупированном Крыму. Теперь документ внесут на рассмотрение Верховной Рады. Закон должен обеспечить безопасную деоккупацию и реинтеграцию этих территорий. Над проектом документа работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Алексей Резников, сообщил, что этот документ является рамочным. Он потребует принятия отдельных профильных законов, в частности, об амнистии в выборах иллюстрации. На тетрадки и карандаши на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей государство выделит по 2000 гривен на подготовку к школе. Соответствующее постановление сегодня приняли на заседании Кабинета министров. Помощь получит 145 тысяч школьников от 6 до 18 лет, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, одноразовые выплаты не повлияют на назначение субсидий и льгот. Оставить бизнес, жилье и уехать с маленькими детьми из родного антрацита Луганской области – все это пришлось пережить Мирославе в 2014 году. Женщина переехала в Одессу, поменяла профессию и встретила новую любовь. История уроженки антрацита расскажет Анна Городенцева в новом материале нашего цикла «Украина. Мой дом». Без денег и документов на руках семилетний сын и трехлетняя дочь. Мирослава вспоминает, как в 2014-м уезжала со своей семьей из родного антрацита Луганской области. Дома остались несколько ее цветочных магазинов, квартира и вся одежда. Они успели на последний поезд. «Ой, конечно, помню. Мы уезжали, когда взорвали Луганский железнодорожный вокзал. Мы уезжали через Луганск, как раз ходил Киев, Луганск, Одесса. Я не знаю, как успела моя мама уехать с ЖД вокзала с Луганского, потому что буквально поезд тронулся и через два часа взорвали Луганский железнодорожный вокзал». Первое время в новом городе Мирославе помогали ее одесские родственники. Затем женщина начала обустраиваться самостоятельно. Сначала выучилась на парикмахера, позже пришлось уехать на заработки за границу. «Собой я не привезла ничего. Накопить – это тоже громко сказано. Скажем так, больше было занять и частями отдавать. Была такая ситуация, когда нас, скажем так, мягко попросили освободить квартиру, и пришлось уехать на подзаработки вообще в Израиль». Вернувшись в Одессу, Мирослава открыла салон красоты. Помогает ей работать 13-летний сын Костя. Он хочет стать парикмахером, как мама. «Ты можешь поменять профиль человеку, то есть сменить имидж». В Одессе Мирослава познакомилась со своим нынешним мужем – французом. Год назад родила третьего ребенка. Здесь, говорит женщина, ее жизнь кардинально изменилась. «Муж помогает, бабушка сидит, ну вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, скажем так. Научилась, я не знаю, как распределять свое время. Не высыпаюсь, вот один раз в день кушаю, ну ничего, зато, скажем так, могу себе позволить чего-то больше, чем раньше». Одессу полюбила, говорит Мирослава. Этот город близок ей по духу. Здесь много юмора и возможностей для предпринимателей. «Одесса, скажем так, дорогая, очень дорогая. Но, соответственно, в Одессе можно зарабатывать». Первое время надеялись вернуться домой в антрацит, вспоминает женщина. Но теперь вместе с мужем уезжать из Одессы не собираются. Этот город стал их вторым домом. Анна Городенцева, Арсен Подосян, Новости Украины. Украинская литература, кино и музыка, а также демонстрация истории через музейные коллекции – это именно та мягкая сила, которая позволяет миру узнать правду об Украине. Об этом сегодня говорили во время форума «Украина-30» эксперты культурной сферы. На этой неделе мероприятие посвящено имиджу Украины на международной арене. Какие проекты успешно рассказывают о нашей стране, узнавала Юлия Крючкова. Примерно половина из четырех тысяч проектов, которые в этом году подали в Украинский культурный фонд, направлены не только на внутренний рынок, но и на демонстрацию в других странах. Об этом нам рассказал директор институции Владислав Берковский. По его словам, фонд всегда отдает предпочтение финансированию тех проектов, которые можно масштабировать за пределы Украины. Например, тот самый Сорочинский ярмарок. Да, он уже трошечки больше, чем национальный, украинский. Это уже вышло поза межи. Это большие фестивали, к которым мы объединяемся и финансируем Бандерштат. Но мы говорим и про музыкальную спадщину. То есть, например, оцифровка музыкальных творений, представление внутренней oral истории. Они очень интересные проекты, которые касаются инклюзии. Участники форума говорят, что культурная дипломатия может стать частью политического сотрудничества. К примеру, именно информация о культурном и историческом наследии Крыма – важная часть международной дискуссии о деокупации и реинтеграции оккупированного России полуострова. Один из успешных проектов, который показал правду Украине и миру – масштабная выставка удивительной истории Крыма в мистецком арсенале. К примеру, рассказывая про все люди, которые жили в Крыму в долгий период, от готів, кемерийцев, про турецкие впливы, про геноезькие впливы в Крыму, про кримскую татарскую культурную спадщину. Все это была история этого півострова. Наша такая гипотеза была выставкова про то, что отрезание півострова Крым от континентальной Украины є историчной аномалией. Не только показывать Украину миру, но и погружать украинцев в мировой культурный контекст – важное задание для государства, говорит первая леди Украины Елена Зеленская. Ее проект, который реализуется как часть культурной дипломатии – запуск украиноязычных гидов в мировых музеях. Сегодня со сцены форума «Украина-30» она заявила о запуске экскурсий на украинском языке во дворце Сан-Сусі в немецком Потсдаме. Я считаю, что это не только про удобность, это не только про сервисы, это про наш имидж в мире. Потому что, когда ты заходишь до музея и видишь перелик мовных опций, видишь пропорции разных стран, первое, что спадает на думку, почему там нет украинского. И когда он там есть, это гордость и иноземцы, и люди, которые живут в этих краинах, они видят нас там, они про нас помятают. Теперь экскурсии на украинском языке можно услышать во время посещения 26 культурных объектов в 17 странах мира. Уже очень скоро обещают запустить такие аудиогиды и в музеях Соединенных Штатов Америки. Юлия Крючкова, Сергей Савчук, Новости Украины. Мы продолжаем следить за событиями, которые меняют Украину и мир. Итоги дня традиционно подведем уже в следующем выпуске новостей. Берегите себя в свой дом Украины.